гребень идет вот эту косточку очень легко почувствовать руками мы убираемся именно в нее потому что дальше пошел позвоночник и отправила концентрация боли она идет в этих стыковочных местах вот сюда вот сюда выходят нервы есть и дальше нет и именно он чаще всего зажат бывает а зажатым бывает мышцами либо вот в этой области либо мышцами вот в этой области вы это даже можете сейчас сами прощупать я на сам себе просто нащупываю то место и давлю до хруста но у людей это настолько бывает забита и настолько зажато что самому себе без должен тренировки помощь очень тяжело поэтому он обращается план как мастера и вы это можете сделать нам надо их разжать каким способом во первых я бы себя объяснял на этом тренинге до что мы их растираем и мышцы разогреваем поэтому тут увеличивается кровообращение кровоток уходит и уволит отсюда эту боль либо мы точно надавливаем точно мы надавливаем прямо вот в это место вот здесь вот здесь есть точки видеть до крестца еще не петля это еще не крестец естественно ниже пошел крестце где выходят вот эти нервы да тут тоже есть вот три-четыре точки вот таких вот которые находятся на выходных нервов и тут вот вы можете пальцем нащупать вот такой грибешок идет где крестец образуют этот грибешок что-то по крестец это пять позвонков спаренных вместе они тихо лопатку и сами позвонки имеют вот эти выступы там где выступы не заканчиваются между ними между костяшками пальцев до проходит нервы для точного массажа можно их прожать но опять же говорю что болят то не нервы на самом деле они болят вторичной болью а первично это откуда идет татьяна ты знаешь потерялась сейчас показал и первичный боль от мышц и если вам какой-то профессионал или массажерки кому-то пришли говорит оооо пощупать ооо те которые уже сейчас будем вытягивать банками, полный абсурд, обман, никакую грыжу банками вытянуть нельзя, тем более вытянуть, сама фраза, да, вытянуть, во-первых, да, она уже вытянулась, во-вторых, ее надо наоборот, туда, а в-третьих, мы воздействуем не на грыжу, грыжа, знаете, от этого, если мы прощупываем до середины тела человека, еще сантиметров 5, 7, понимаете, до позвонка, потому что мы щупаем, астистые отростки, мы сами позвонки не сможем нащупать, вы представляете, сколько там мышц, сейчас нет, там вот такие слои мышц, представляете, как вы через пальцем пролезете туда, это вообще невозможно, значит, смотрите, вот тут идет грушевидная мышца, она идет вот так примерно, вот так вот форма, да, и она как раз пережимает этот все дальше нерв, то есть, по сути, нам надо ее расслабить, а не вот это, и второй способ расслабления, точно я показываю, мы передавливаем места, вот в этих мышцах, так называемые триггерные точки, где они заканчиваются, мышцы заканчиваются сухожилиями, да, которые крепятся вот тут к костям, там, где они крепятся, да, вот боль она идет в мозг, либо отсюда, отступает, да, либо отсюда, либо отсюда, вот здесь эти три точки, два, три, какую точку из этих мы расслабим, для мозга не важно, понимаете, для мозга важно, чтобы вообще процесс пошел, если мышца забита, это что значит, молочная кислота, там, какая-то мочевая кислота, еще что-то накапывает, и кровь сама накапливается в этих мышцах, да, это все гидроскопические вещи, молочная кислота гидроскопичная, она накапливает еще больше влаги, и мышца раздувается, она становится толстенькой такой, и она сама давит на нерв, уже понимаете, то есть, это мышца раздута, спазмирована, с миозитами или с какими-то еще проблемами, она давит уже на нерв, вот, поэтому мы, например, передавливаем вот эту точку, вот здесь вот, или, ну, давайте, это второй способ, да, первый способ, растерли мышцу, третье, взяли кровенос этот сгусток и пальцы него отодвинули, вот мышцы, вот этой, вот, в бок, к периферии, вот сюда, по подвздошной госточке, либо вот сюда, в бок, да, вместе с лимфой это все начинает обходить быстрее, вместе с стоящей жидкостью, третий способ, это непосредственно давить на вот эту вот точку, вот она находится здесь, видите, я вам показал, и вот эту мышцу, душевидно, вы можете нащупать также, где она соприкасается, да, с косточкой, и ее сильно надавить и отпустить, 10 секунд подержали, сильно надавили и отпустили, сейчас мы будем проходить, я вам покажу, эти точки более подробно, подождите, пока записываете, далее, как вот, до конца дорисуемся, да, вот тут попчик пошел, но мы его не сможем пощупать, он туда в углу по организму ходит, а вот тут цепляется на шаровидной основе тазоведерная кость, вот она пошла вот так вот, да, и к ней тоже цепляются мышцы, чтобы ее двигались, как они к ней идут? Татьяна, внимательная, если слышать, тазоведерная кость, все могут нащупать, вот она, пощупайте, у себя, или пациент, можете пощупать, она прям костью, там чувствуется, вот она, сейчас она в самом таком месте, и от нее мышцы идут к вот этому подвздошу кости, вот так вот они, во все стороны крепятся, понимаете, веерно, как вот от нее, как расходится, соответственно, на нашем рисунке они будут идти вот так, вот так, вот так, вот так, ну и так далее, они, в общем, всю ягодичную, потому что большая, широкая ягодичная мышца, вот так идет, соответственно, у них триггерная точка находится вот здесь вот, и вот здесь, понимаете, то есть вы, если найдете ее, вот она там, нащупывается, такая, как струна там внутри, ее можно нащупать, да, нашли и нажали на нее, вот, это у нас какой, третий способ, получилось, и, ну, это, да, третий, и четвертый способ, непосредственно растянуть мышцы, растянуть, соответственно, вот, ну, осознали в уровне массажа, да, что вот тут напряжение идет, да, значит, мы берем и вот так вот раздвигаем их, как раздвинуть это можно, в поясничной зоне и в шейно-воротниковой зоне это делается вращением, за счет скучивания, то есть мы вот уже растянули тело, далее мы упираемся вот в эту косточку, и, ну, если вам не хватает упора, мы можем всей рукой, где можно, вот здесь, нет, я просто справилась, а, на шейно давил, да, просто очень пластично, не до конца откручиваешься, вот так вот, смотрите, если этого движения вам не хватает, да, для человека, тогда можно сделать, смотрите, ногу спускаем еще ниже, вот сюда, держи ее рукой, а эту ногу постарайся держаться за стол, получается? да прям, берете пациента и разворачиваете, вот сюда еще ниже к столу, если не пойдешь, ногу удается держать? да вот, ну, при этом, естественно, конечно, нужно расслабить пояс, чтобы не мешал, и тогда опять действуете в эту сторону видите, я, как бы, тут и растягиваю, и скручиваю, например, вот так вот все движения вот, теперь переворачивайся на вот этот бок, спиной к лесу, ко мне передок, соответственно, эту коленду к себе, нет, вот эту к себе, эту к себе, а эту назад эту ногу желательно прямую держать, получается, вы прямите, да вот, смотрите, даже через одежду будет все видно мы нащупываем с этой стороны, вот этот вот, вот она, эта косточка позвоночек идет ниже, вот этот, вот этот, лебешок я нащупал, да беру за него, или под него, вот прям на эти вот мышцы, сдавливаю, да а этой рукой вы в ту сторону можно перейти по конкретным позвонкам, то есть, вот мышцы, смотрите, как идут они же сейчас позвоночником цепляются, с этим, с этим, со следующим то есть, можно перейти по каждой следующей степке мышечной к другим сегментам позвоночника берем, прям их находим, да и если мы хотим, хотим скрутить, то пальцы мы же цепляемся не здесь, а за полном мы здесь, каждый позвонок отдельно можно вот так вот прощупать, где он не там, стыкуется, да, или какой-то помеха и на него надавливаем вот так, можно прям в ребра давить потихонечку выше проходимся вот это слишком пластичное, да? нет, мне больно больно? да чтобы это прощупать смотрите, как можно сделать для диагностики, для теста нет, лежи, лежи, сама ничего не делай берем за коленку, да? нога спокойно весит Татьяна, ты видишь? и поворачивая коленкой вращая мы можем нащупать, где идет какое-то напряжение в позвонках непосредственно то есть, чем выше мы поднимаем коленку к груди тем более высокий позвонок задействуем мы его нащупываем мягким вращательным движением чувствуем где он зачем его, да? поймали его и, в принципе, как можно? можно действовать прямо вот так то есть, упором своим телом упираетесь в ногу рукой под позвонок снизу то есть, да? мы так его промяли проходимся ниже вот так то же самое, когда мы ногу свесили вниз максимальное скручивание не идет и, в принципе, иногда для пациентов и этого достаточно когда мы встаем с постели я рекомендую вот после сна вот так немножко полежать чтобы саму себя восстановить немножко вот эту поясничку, да? релакснуть а, если этого не хватает самостоятельно клиент приходит к вам и мы ему, опять же находя вот это место сдавливаете вот так если клиенту реально больно, да? то все-таки можно сделать более безопасно немножко так удерживаем ногу и, то же самое, сворачиваем локтем а тут упираетесь туда, где у него заканчивается пластичность но вот проделывайте упражнения поворачиваясь опять в эту сторону а, извини, сама вызвалась быть демонстратором для нас мы поднимаем клиента что я говорю, как мы финалим, да? наш массаж ноги сюда и помогаем ему встать вот так вот, вот ребеночка сажаем ручки опустили мы гнали кровь лимфа, вымешающая жидкость вверх, да? теперь важным клиенту это все опустить вниз что мы, собственно говоря когда человек занимается умственной работой в офисах у него та же самая проблема из-за того, что перед напряжением не идет значит, вот что я сейчас делаю? кровь конкретней не кровь а лимфу вот лимфоканалы они идут вот так вот вдоль своего черепа собираются за ушами и перед ушами спускаются по подбородку вот здесь вот и по вот этим вот мышцам, да? снаружи с наружной стороны не с этой, а с наружной они уходят вот туда под ключицу здесь, в грузине у них находится ну, внутри уже организма там, ну, как называется там находится большая так называемая цистерна для лимфы лимфы мы не придаем должного значения многие врачи даже про это вот как бы не говорят не обращают внимание а это, на самом деле очень серьезная система очистки организма мы, например, все время забываем все время ее завиваем заслаковываем поэтому любые манипуляции с лимфой это всегда полезно вот, во-первых, мы снимаем артериальное давление да, кровь и горем обратно плюс лимфу по лимфу каналу мы проходимся за ушами такими мягкими нажатиями вот туда перед ушами такие есть точки обычно говорят в лимфу не надо трогать как это не надо трогать? не надо тоже не путайте не надо не надо пережимать лимфу узлы а мягко массировать я ее, по сути как бы, знаете как бы подталкиваю такие вот, знаете толчки немножко делаю то есть вообще не сильно это вообще не сильно делается давайте все начнем делать друг на друге значит сейчас мы со шеей теперь сделаем да? Майя, кто тебе будет делать? выбирай я с Татьяной нет, а я с Татьяной должен делать ну давай, ладно давай тогда как мы разобьемся? по парам-то по парам-то не, мы вдвоем будет ну вы, например, друг на друге а Татьяна на ком-то вы будет нормальная ну давайте сразу значит по строю может да вообще в принципе можно паровозик ничего такого тут нет давайте может паровозик по себе или встанем у меня умнее простите а ты первый а я последний ну ладно тогда давайте так я быстренько показываю да, что мы делаем и вы сразу же отрабатываете друг на друге и вдвойне на Яне чтобы ей была двойная польза так вам тут не видно да? давай сюда ногами садись в общем это я завершу показ как я с клиентами работаю после после сеанса если у вас какой-то неудобный стул или как-то помещение узкое всегда можно для себя выбрать любую позу можно залезть вообще сверху на стол можно одну ногу поставить ничего страшного будет если вы просто сядете вот так так тоже можно работать особенно если вы это все делаете на полу вообще вот эти вот позы на коленках тебе больно что ли? да что ты завариваешь вперед да вот эти позы они очень удобны для вас самих японцы так практически всю жизнь проводят и у них никогда не болит поясница вот про те места которые мы говорим вот здесь говорят у кого там расширение ну если у них есть расширение вента они пережимают здоровый человек все нормально конечно с первого раза вы не сможете присоедать нам больше 5 минут например да или 10 но потихонечку это все со временем привыкаете и что происходит я даже офисным сотрудникам советую так сидеть я сам когда работал в офисе раньше я сидел на стуле прям вот так представляете что получается то есть я сижу на пяточках ну японская поза знаешь наверное да если вообще на японцы похожи это не так это видимо это не так это hired тем по другому потому что ей это нет темп какие выраци states держится